Всем привет! Сегодня я покажу вам свои покупочки мыловарения. И первое это конечно же основа, у меня она прозрачная, проявляется на улице. Я купила бачу. Дальше я покажу красители, они все не мигрирующие. Первый это перламутровый жидкий, называется сирень. И три основных красный, синий и желтый. Называются они ультра аквамарин, ультра лимон и ультра алый. Дальше это перламутры и глиттеры. Первый это перламутр голубой, но он идет не в виде порошка, а в виде блесток, как глиттер. Дальше глиттер черный, очень красивый, можно использовать как в мыль, так и для дизайна ногтей. И перламутр бордовый, но он уже идет в виде порошка. Формы. Я заказала одну силиконовую и несколько пластиковых. Первая форма это в виде кусочка пирога. Она силиконовая. Стоит на вот таких вот ножках. Подставлять под ней ничего не нужно. Следующая форма это круг. У меня уже была такая форма, но когда я извлекала мыло, она у меня треснула. Этот пластик чуть-чуть прочнее, чем тот, что у меня был. Форма универсальная, всем советую. Следующая форма это в виде коньяка. Подойдет она мужчинам на 23 февраля. Она достаточно большого размера. Следующая форма картина. Она идет под водоразваримую картинку. Когда я заказывала, я не думала, что она будет такого большого размера. И если сравнить ее с обычным кругом, то видно, что она очень большая. Но эта форма идет больше под декоративное мыло. И сама она очень узенькая. Следующая форма это форма сердечко люблю. Эта форма подойдет на 14 февраля. Очень красивая форма. Там написано люблю. И розочки в виде сердечка. Можно заливать их разными цветами. Последняя форма, которую я заказала, это будет тоже формочка на 14 февраля. Называется она влюбленность. Формочка очень простая, но красивая. Нужно подумать, как ее заливать. Я заказала от душки. Первая душка производства России. Называется она мед с молоком. Запах очень приятный, но на молоко с медом мало похоже. Дальше от душки производства Франция. Я старалась выбирать именно этого производителя. Так как у России у от душек какая-то одинаковая нотка. И запахи в общем очень похожи. Первый запах это миндаль сладкий. Очень приятная от душки, но она на любителя. Следующая от душки это водорастворимая от душки лайм. Запах очень приятный. Действительно похож на лайм. Следующая от душки это ванильное мороженое. Пахнет приятной ванилькой. И последняя от душка это от душка манго. Очень приятная от душка. Очень красивый тропический запах. Дальше я покажу вам такие украшения для мыла. И первое это коробочка. Называется она мраморная. Она идет с таким вот окошком внутри. И мыло будет находиться в ней впритык. И следующая коробочка это гофрированная коробочка. Я ее сама склеивала. Очень красивая коробочка, если обвязать ее бечевкой. Дальше я заказала вот такие вот этикеточки, бирочки. Тоже если кому-то дарить на подарок. Написано от всего сердца. Они такие из плотного картона. В наборе их 5 штук. Заказала пипетки. Пипетки всегда нужны, всегда теряются. Я заказала 6 штучек. Дальше это стеклянная палочка. Она коротенькая 16 см для перемешивания. Заказала пакетики 10х20 см, но они достаточно тонкие. Что не очень хорошо. И заказала я картинки на водорастворимой бумаге. Я их выбирала сама. И мне их печатали на заказ. И это был весь заказ для мыловарения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok